Здравствуйте! Это новая телевизионная программа популярного канадского веб-сайта на русском языке vestnik.ca. Каждую неделю мы стараемся найти самые интересные истории, подметить последние тенденции и любопытные факты о нашей канадской жизни и с удовольствием представляем их вам. Поэтому в ближайшие 30 минут оставайтесь с нами и вы не пожалеете! Наверное, без привлечения можно сказать, что большинство новых иммигрантов, начинающих строить новую жизнь в Канаде, рано или поздно получают рекомендацию заняться нетворкингом или завязыванием профессиональных связей на всяких мероприятиях. И также без привлечения можно предположить, что в скором времени для большинства из них советы больше заниматься нетворкингом будут вызывать, по крайней мере, непонимание, а бывает даже и ненависть. Да как же добиться пользы от этого нетворкинга и чем он отличается от привычного для нас поиска работы по блату? Рано утром в один из февральских дней в Центре науки Онтарио несколько сотен взрослых людей заполнили здешние конференц-залы. В честь международного дня нетворкинга, конечно же, нельзя было придумать ничего лучше, чем организовать грандиозное мероприятие по нетворкингу. Это сделала Дженнифер Биль. Скажите, нетворкинг – это наука такая или что это? Это очень просто. Это построение контактов и поддержание отношений. Мы это делаем постоянно с друзьями, с коллегами в повседневной жизни. А здесь, на этой конференции, мы пытаемся понять, как сделать это все более эффективно, потому что все, что мы делаем, связано с отношениями с другими людьми. И что, вы всегда такая общительная? Просыпаетесь и ищете с кем бы пообщаться? Конечно, иногда хочется побыть одной и собраться с силами. Но это мой бизнес. И когда я ищу для бизнеса новых клиентов, партнеров и деловые контакты, то приходится идти и общаться. И это лучший способ расширить свой бизнес. Здесь около тысячи человек. А у вас с собой бывают моменты, когда не хочется с таким количеством людей общаться? Не всегда, конечно. Раньше была вообще стеснительная. И отправляться на такое мероприятие для меня было ужасно неприятно. Но постепенно я пришла к выводу, что общение важно для всех. Не только в вопросах бизнеса, но и на личностном уровне. К сожалению, мы не можем показать вам этого, но один из самых запомнившихся моментов конференции связан с выступлением Марио Сера. Уж слишком сюрреалистично для непосвященных в науку нетворкинга выглядело то, как сотни людей из аудитории пытались громко выяснить, является ли дама в возрасте, стоявшая у сцены, обезьяной или дельфином. Даму совсем не оскорбляли возгласы публики, и она радостно призналась, что она обезьяна. Можно рассказать больше про эти ваши звериные типы. В каждом из нас черты четырех животных. Обезьяны, совы, льва и дельфина. Причем не одна черта, а как в радуге. У каждого уникальная комбинация каждого из этих типов. Мы это называем кодом влияния. Коротко говоря, во время первого знакомства, если я определяю, что вы лев с примесью качеств обезьянки, я знаю, поскольку вы лев, вы ориентированы на результат. Лев это лидер, доминирующий. Обезьянка хочет веселья и ищет его во всем. Шутить, смеяться, вот что ей нужно. Совы хотят всякую статистику, факты, цифры. Все это важно для сов. Дельфины хотят помогать другим, и они хотят быть частью успехов других людей. Такова их суть. Эти типы, они помогают общаться с другими на их языке и в понятной другим манере. Если вы, к примеру, лев, а перед вами дельфин, то вам лучше вести себя более дружелюбно, мягко, не резко. Это поможет лучшему взаимопониманию. Если вы обезьянка и общаетесь со своей противоположностью, с совой, не стоит подходить к ней и кричать, слушай, я тут что-то очень-очень удивительное и веселое хочу тебе рассказать, потому что сова на это не поведется. А если вы придете к сове и скажете, слушай, у меня такие цифры, такая статистика. Закачаешься, она сразу заинтересуется. 30 секунд есть на то, чтобы настроиться на продуктивное общение. Как только вы понимаете, кто вы по типу и к какому типу относится ваш собеседник, то уже можно адаптировать стиль общения. Ведь в общении нужно подстраиваться под других. А вообще нетворкинг работает? Конечно, если у вас правильный настрой. В первую очередь нужно понять себя, свои сильные стороны. Как только это будет сделано, вам будет легче найти подход и к другим. Как только настроитесь на одну волну, и с другими все пойдет. Нетворкинг будет мгновенным, и тогда можно начинать заниматься деловыми вопросами. Мгновение на то, чтобы произвести впечатление. Почти как в любви или страсти с первого взгляда. Джейсон Рид – профессиональный коммуникатор. Он помогает сделать так, чтобы правильный настрой чувствовался, если не с первого взгляда, то с первых слов. Какой секрет эффективного представления себя во время нетворкинга? Главный секрет в том, чтобы разложить информацию, которую вы хотите донести, по пунктам. То есть знать четко, что вы делаете и что предлагаете клиентам. Вместо длинной речи нужно коротко по делу и по пунктам рассказать о себе. Второй важный момент – вы должны предложить собеседнику что-то полезное. В таком случае, если они не купят у вас что-то в данный момент, то они запомнят информацию и, возможно, обратятся позже. Третье – это говорить просто и естественно. И как же вы себя представляете? Самая короткая версия моего представления такова. Здравствуйте, меня зовут Джейсон Рид, я работаю с предпринимателями и помогаю им получить больше клиентов и быстрее, благодаря фирменному представлению, которое я и помогаю разработать. Это заняло, как видите, 15 секунд. А если есть больше времени, то я бы рассказал о четырех ключевых шагах в создании фирменной презентации. Первое – это доступность материалу. Второе – найти такие слова, которые бы трогали людей эмоционально. Третье – четкость и ясность, чтобы люди понимали, какое действие вы ждете. И, наконец, разъяснение, чем вы можете помочь, чтобы люди понимали, что вы предлагаете им решение какой-то проблемы. Многие жалуются, что как себя представить коротко, они знают. Делают это легко и хорошо, но работы они так и не находят. Когда готовишь презентацию, нужно помнить, что она должна быть многослойной. А люди часто пытаются рассказать обо всем одновременно. И у собеседников происходит информационный перегруз. Но если вы можете создать такое представление, что вызывает у собеседника любопытство и желание о чем-то спросить, то позже у вас появится возможность рассказать о себе больше. Есть разница в подходе между предпринимателем и профессионалом, который ищет работу? Небольшая. Потому что в наше время эта разница стала менее существенной. Поэтому посылы, вкладываемые при таком общении, одинаковые. Сейчас такая конкуренция на рынке труда, что найти работу – это почти то же, что и найти клиента. Многие в Торонто – эмигранты. Они что-то другое должны делать, по-вашему? Ну, то же самое. Единственное, для тех, для кого английский – это второй язык, нужно стараться использовать простые и короткие предложения, чтобы всем было понятно. Но даже самое приятное первое впечатление недостаточно для того, чтобы этот нетворкинг принес свои плоды, ведь развитие отношений – процесс сложный. Лиза Черний считается специалистом в том, как поддерживать завязавшиеся контакты. Часто встречаемый совет, что после нетворкинга нужно приходить домой, и даже несмотря на то, что ты выпил или просто устал, все равно собирать волю в кулак, садиться за компьютер и писать всем контактам о том, что с ними было так здорово познакомиться, что вот даже в час ночи сидишь и пишешь об этом. Ну, главное в этом – не забыть об этих людях, с которыми вы встречались. У нас же может собраться так много визиток, и на следующий день появятся новые, а про старые вы можете и не вспомнить. Вообще, главное – сделать так, чтобы весь этот ворох визиток трансформировался в отношения. Поэтому мне кажется, что нужно всех записать в компьютерную записную книжку и потом разослать одно письмо. А позже, когда будет больше времени, можно будет их внимательно просмотреть и вспомнить, с кем же из этих людей вам было полезно пообщаться. Еще говорят, важно на Фейсбуке быть, на Твиттере, еще в социальных сетях тоже быть. Правда? Ну, мне кажется, важнее понимать то, с какой целью вы заводите эти новые отношения. Если ищете работу и пошли на нетворкинг, скорее всего, стоит посещать такие мероприятия, где шансы встретить кого-то из вашей профессиональной среды наиболее высокие. Слушайте, а лично у вас не бывает моментов стеснения? Вот когда не хочется ни с кем знакомиться? Ну, ни в какую. Ну, теперь нетворкинг – это моя профессия. Но, скажу вам, так было не всегда. Когда я начинала свою карьеру, я была очень стеснительная. И знаете, мне очень помогло чувство любопытства по отношению к другим. То есть, когда вы проявляете искренний интерес к другому человеку во время нетворкинга и задаете все простые вопросы, такие как «Чем вы занимаетесь?», «Какие цели?», «Что вы ищете?» Тогда внезапно стеснение проходит, ведь это разговор не о вас, а о собеседнике. И так уходит страх, и начинается интересная беседа. Да и говорить так легче, ведь вы же уже знаете немного вашего собеседника. Это мой главный совет. И после этого нетворкинг пойдет естественно и легко. Возможно, сейчас я скажу банальную вещь. Но даже в таком серьезном деле, как поиск работы или профессиональных контактов, ведущих к хорошей вакансии, никогда не помешает немного юмора и региональности. Вы будете удивлены, насколько эти два качества помогают запомниться. Предположим, что вы ипотечный брокер или риелтор. Чем вы отличаетесь от сотен других, точно таких же брокеров и агентов по недвижимости? А представьте себе, насколько хорошо вас запомнят, если вы скажете, я помогаю родителям быстро освобождать дома от повзрослевших детей. Каким образом? Я найду для вас самые недорогие квартиры или выгодные условия по кредитам на покупку недвижимости. Правда, каждая шутка должна базироваться на чистой правде. Удачи вам и новых побед и достижений на вашем профессиональном поприще. Казалось бы, с развитием интернета и удобных онлайн-систем поиска авиабилетов и путешествий туристические агенты должны были остаться неудел. Но нет. Недавно даже поисковая система CheapAir.com ввела дополнительный сервис. Каждый ее клиент теперь может рассчитывать на помощь по телефону от профессионального тревел-агента. Так что же такого может сделать эксперт из бюро путешествий, что не способны предложить компьютерные поисковые системы? И каковы альтернативы отдыху? К примеру, на Кубе по системе все включено. Калина, куда выгодно и приятно ехать в путешествия именно в марте? Конечно, зима уже очень тяжелая. И когда жители Торонто задумываются о мартовских каникулах, особенно это поездки с детьми, прежде всего, конечно, все думают о более бюджетных поездках на Кубу, Мексику и Доминиканскую республику. И это понятно. Но я предлагаю немножко отойти от стандартов. Ведь в Карибском бассейне есть множество прекраснейших, красивейших островов, на которые стоит съездить. Например, остров Гренаде. Славится своими великолепными пляжами. Известнейший, всемирно известный Гранд Энс Бич, который даже упоминается в книге «Девушка с татуировкой дракона». Красивейшие водопады, теплая вода. Это называется остров Спайси Айленд, остров пряностей. Продается на рынках мускатный орех, корица, гвоздика. И все эти рынки просто источают ароматы специй. Действительно очень красивый остров. И наши туроператоры делают туда поездки только в зимнее время. Я бы обязательно упомянула Коста-Рика. Это Тихоокеанское побережье. Туда лететь несколько дольше, чем на Кариб. Но это очень красивая страна. С ноября по апрель включительно, это там сухой сезон. А с мая начинается дождливый сезон. Поэтому, конечно же, лучше ехать в сухой сезон. Коста-Рика славится своим экотуризмом. Вас повезут на водопады. Вас повезут в джунгли. По реке покажут вам крокодилов, удавов, змей. А какие обезьян. А какие там красивые, огромные попугаи цветные. Я бы еще сказала, что можно посетить остров Кюрасао. Это самый большой из малых антильских островов. Или как их еще называют, ABC-острова. Аруба, Банейра и Кюрасао. Остров Кюрасао – это маленькая Голландия на Карибах. Столица Вильямстад. Очень живое и красивое место. Оно идеально подходит для пеших прогулок. Кроме того, на Кюрасао великолепный дайвинг. Поскольку там очень теплая и очень прозрачная вода. С богатым подводным миром. Скажите, есть какие-то альтернативы? Отелям по системе все включено. Да, конечно, существуют различные варианты. Во-первых, это Диснеевские резорты. Я не могу их обойти стороной. Диснеевские резорты. Отдых в Диснеевских резортах, в Диснеевских парках – это отдых для всей семьи. И для детей маленьких, и для их родителей, и для родителей их родителей. Все найдут себе занятия по душе. Вы вместе со своими детьми окунетесь в детство. И вы не пожалеете об этих поездках. Стоит уже сейчас задуматься о том, куда поехать летом. И почему именно сейчас? А нельзя, например, бронировать попозже? Я бы сказала, что нужно сейчас уже задумываться о летнем отдыхе. Бронировать билеты заранее. Чем раньше вы бронируете билеты, тем они будут дешевле для вас. Потому что сейчас многие авиакомпании дают скидки на билеты. Есть так называемые промоушен-тарифы. И, конечно же, я бы советовала это делать заранее. Можно посетить не только пляжи, можно посетить мировые столицы, такие как Париж, Лондон, с их историческим культурным наследием. Многие в наше время бронируют онлайн. И кажется, что агенты бронирования путешествий уже не нужны. Можете рассказать, чем профессиональные агенты лучше поисковых систем? Интернет сейчас, это, конечно же, великая сила. И, казалось бы, открываешь, и вот он перед тобой вся картинка. Выбирай, не хочу. Но я бы хотела сказать, что эта кажущаяся легкость иногда бронирования в интернете может привести к некоторым ошибкам, которые очень болезненны будут для пассажира. Я не хочу никого пугать. Но бывает так, что люди не увидели, что время вылета очень неудобное или очень длинная стыковка где-то. Или человек летит с двумя пересадками, когда он рассчитывает лететь с одной пересадкой. Или же он летит через Соединенные Штаты, ему нужна виза, а он не знает об этом. Все, бронирование ушло, билет выпущен. Вы не знаете ни правил этого тарифа, вы не знаете, как поменять билет, вы не знаете, как сдать его. Можно ли вообще сдать этот билет? Конечно, это все может произойти, когда вы делаете это через агентство. Но в этой ситуации мы будем отвечать за все ваши неурядицы, за все нестыковки. Причем следует добавить, что наше агентство YWZ Travel является лицензированным агентством TIKO. Без лицензии этой туристической организации, объединяющей туристические агентства и агентов, работать в Антарио нельзя. Агентство и агент, который сделал бронирование, несет ответственность. Но если же что-то случается глобальное, такое, как, допустим, банкротство какого-то туроператора, то здесь вступают правила TIKO, и TIKO помогает решить эти вопросы, помогает вернуть потерянные деньги, помогает перевезти в другие отели и так далее. Для того, агентство YWZ Travel принадлежит к большой сети вирчуоза агентств. Это позволяет предоставлять нашим клиентам дополнительные услуги без дополнительной оплаты. Бесплатный завтрак в гостинице, это может быть бесплатный вход на пляж, это очень важно для дорогих европейских курортов. Это может быть бутылка шампанского по прибытии, это может быть бутылка вина по прибытии, или в итальянских резортах вам поставят дорогое оливковое масло в подарок. То есть это те мелочи, которые, в общем-то, и делают наш отпуск очень приятным. А что, если я бронирую это онлайн, всего этого не получить? Если вы все-таки очень любите интернет и хотите сами бронировать онлайн, пожалуйста, не стесняйтесь. Вы можете всегда зайти на веб-сайт агентства YWZ Travel www.ywztravel.com и сделать все то же самое. Это будет не безликий сайт, а именно сайт агентства YWZ Travel. И наши агенты всегда вам смогут помочь в той или иной ситуации. На выставке, которая проходит в галерее 44, расположенной в арт-центре на улице Ричмонд, представлена серия фотографий, на которых Татьяна Григоренко наглядно показывает то, как могут выглядеть попытки скорректировать прошлое. В данном случае это относится к семейным фотографиям, на которых волею судьбы оказывается глава семейства, посмевшей противостоять громадной махине советского государства. Казалось бы, десяток обычных фотографий, висящих на белых стенах. Но как только начинаешь понимать, что эти фото, взятые из семейного архива генерала Петра Григоренко, который из-за критики советской бюрократии был арестован в 1964 году и к нему применили методы карательной психиатрии, понимаешь, что эти фото как-то связаны с попытками изменить изложение истории, предпринимавшейся в Советском Союзе. Если коротко, то в те времена изображения и информации о многих видных деятелях попросту вырезали или вымарывали из книг и фотографий, причем в буквальном смысле этого слова. Так визуальная память становилась не просто блеклым напоминанием, а отретушированной неправдой. И мне что интересовало то, насколько фотография хорошо объясняет или хорошо может описывать то, что есть, как она может объяснить то, что нет, то, что не присутствует больше, которое исчезло. Мама мне рассказывала историю про то, как в школе было несколько случаев, где их учительница спрашивала детей, что-то они открывали книгу «Антикопедия» на такой и такой странице, и вычеркали какого-то политического деятеля, кого не надо было уже видеть в истории, и вычеркивать его лицо и его имя. Вот нижняя фотография, которая в черном-белом, это фотография, которая была, как она была напечатана в книжке «В подполе можно встретить только крыс». Это, значит, биография, автобиография моего дедушки Петра Григоренки, генерал. И я знала эту фотографию, я ее много раз видела. Потом, когда вот я делала вот этот проект и просматривала все фотографии из этого архива, я обнаружила ту же самую фотографию, но в этой фотографии был четвертый человек. И этот четвертый человек являлся и был мой дядем. Это, значит, сын первого брака моей бабушки, у кого был даун, даун-синдром. Когда эта фотография была репродуктирована, напечатана уже в книге, его вынули, его отретушировали. Я почувствовала именно вот то, никто не знает, я спрашивала у всех, кто его вынул из истории, но вот именно вот это у всех есть. Каждый человек имеет какую-то часть своей прошлой или какой-то существующей ситуации, которую они, может быть, хотели бы забыть или хотели бы, чтобы об ней забыли. И вот это очень мне поражало, вот именно вот как бы обнаружить такую вещь, такую вещь, которая случилась даже в своей, даже в моем семье, в таком очень определенном и точно таким образом. Фотографии, которые Татьяна отобрала из семейного архива, относятся к периоду, когда ее семья, в том числе и генерал Григоренко, уже жили в США, куда их, по сути, выслали за диссидентскую деятельность деда. В Эмарвелла художница и удаляла исключительно себя, ведь похожие корректировки истории, безусловно, происходят с каждым. Субтитры создавал DimaTorzok